Здравствуйте! Вы смотрите программу «Здесь и сейчас» в студии Ольга Ловина и мой сегодняшний гость. Руководитель управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков. Андрей Владимирович, здравствуйте! С 1 января 2017 года в силу вступают некоторые изменения в действующее законодательство. В частности, усложнится регистрация прав на садовые сооружения. Расскажите об этом, о чем речь. Да, здесь усложнение произойдет не в самой процедуре государственной регистрации прав, а усложнение, ну или приведение, так скажем, из разряда упрощенного порядка к обычному порядку, это технического учета объектов недвижимости, которые расположены на дачных и садовых участках. То есть, те, так скажем, процедуры в дачной амнистии, которые были прописаны, они претерпевают некоторые изменения. В чем они заключаются? До 1 января 2017 года, то есть на сегодняшний момент, для того, чтобы зарегистрировать право на сооружение, находящееся на садовом или дачном участке, достаточно было заполнить декларацию. Декларация представляет собой... Самостоятельно, да? Самостоятельно, да, естественно. Самостоятельно, не обращаясь ни к техническим специалистам, естественно, ни к правовым, ни в государственные органы какие-то. Это можно было прийти, ну и до 1 января можно прийти в многофункциональный центр любой, взять этот бланк, он абсолютно бесплатный, заполнить его по графам, там определенная информация содержится, отметить нужно нужную вам, заполнить, так скажем, некоторые технические характеристики, которые тоже сам человек, так скажем, на месте измерил и запомнил или записал. И, сдав документы на государственную регистрацию права, заплатив государственную почту на 350 рублей, он приобретал право собственности на этот объект недвижимости, на это сооружение. И мы дальше по своим процедурам ставили данный объект на кадастровый учет, он попадал еще и в государственный кадастр недвижимости, по тем данным, которые сообщил сам заявитель. С 1 января 2017 года процедура именно технического учета, то есть тех данных, которые описывают характеристики объекта недвижимости, она, в общем-то, применяется как ко всем остальным объектам, то есть необходима подготовка технического плана. Но, чтобы было понятно, привычно, может быть, привычным языком сказать, то есть необходим вызов техника. То есть техник сейчас называется только кадастровый инженер. Раньше это был техник БТИ, сейчас называется это кадастровый инженер. И кадастровый инженер готовит определенной формы документ, то есть проводит кадастровые работы, то есть измеряет попроще, обмеряет ваш объект недвижимости, готовит определенный документ и уже его предоставляет в кадастровую палату для постановки на кадастровый учет и регистрации права в дальнейшем. То есть вот здесь именно этот момент, он усложняет вот эту всю процедуру и удорожает, соответственно. То есть, я так понимаю, и удорожает, и больше времени будет занимать процедура? Ну, наверное, да, потому что работа кадастрового инженера, она где-то регламентирована определенными сроками, но тем не менее, если я говорю, раньше я сам пошел рулеткой померил этот объект, его внешние, так скажем, характеристики заполнил, и все. Ну, кадастровому инженеру необходимо время, поскольку это документ более сложный, который он готовит, и плюс он готовит его и в электронном виде, поскольку сейчас на бумаге практически в наших реестрах ничего не содержится, поэтому там определенной формой его нужно еще и закодировать, эту информацию для того, чтобы она попала потом в ГКН. Понятно. Андрей Владимирович, а для чего вообще возникла необходимость в изменении этого законодательства, этого закона? Ну, основная необходимость, так скажем, получения более достоверных сведений об объектах, находящихся на садовых и дачных участках, и, соответственно, правильного и, так скажем, налогоосчисления, правильного применения энергии каких-то, норм предоставления энергетических, потому что, ну, человек написал одно, ну, здесь, так скажем... Который может не соответствовать истине. Да, не соответствовать. Я не хочу у нас, как бы, большинство граждан добропорядочные люди, но, может быть, такое, имея там сооружение в тысячу квадратных метров, написал 50 квадратов и... Соответственно, налог. Абсолютно. Налог, да, и, ну, и дальше там, наверное, тоже энергетики, наверное, и газовщики и так далее тоже должны видеть истинную картину. Вот, знаете, хочется мне уточнить у вас, садовое сооружение включает ли садовые, дачные дома и... Да, да, да. Ну, я называю одним словом сооружение. Как правило, 90% это дачный дом, садовый дом, вот, так же там могут быть, ну, условно, там, сарай, гараж на этом участке может быть, то есть вот к этим объектам тоже применяется. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с регистрацией гаражей? По гаражам та же самая процедура, как вот мы сейчас с вами обговорили ее. Есть один нюанс, который вызывал, так скажем, много обращений у нас было, непосредственно в управление по этим вопросам. Это по определенной категории документов, которые были на руках у людей с 80-х, 90-х годов. Дело в том, что по дачной амнистии первичный документ на земельный участок. Если там написано в документе в этом там постановлении каком-то решении из полкома и так далее, написано предоставить земельный участок, неважно на каком праве, это стопроцентная дачная амнистия. Но у нас, к сожалению, есть достаточно большое количество документов, в которых написано включить в состав гаражно-строительного кооператива такого-то, такого-то. И о земле не сказано ни слова. Это вызывало очень много вопросов. Мы постоянно работали с Брянской городской администрацией по поводу, как трактовать данное постановление. Это предоставлена земля или нет? В конечном итоге вопрос решился так, что это не документ о предоставлении земельного участка, то есть в чистом виде дачная амнистия здесь не проходит. Но Управление имущественных отношений Брянской городской администрации на основании этого документа, так скажем, в упрощенном порядке предоставляет, как бы вновь предоставляет земельный участок под гаражом в настоящее время. То есть, если, допустим, в обычном порядке необходим, скажем так, аукцион, какие-то конкурсы на предоставление земельного участка, то здесь данный документ говорит о том, что человеку нет необходимости каких-то дополнительных собирать документов и так далее, и так далее. То есть он предоставляет туда, а дальше они составляют уже договор соответствующий и предоставляют этот земельный участок людям по таким документам. Вы знаете, помимо этого вопроса, очень часто возникают вопросы по поводу кадастровой стоимости недвижимого имущества. Вот поясните этот вопрос, пожалуйста. Да, кадастровая... в Брянской области кадастровая оценка, массовая кадастровая оценка последняя проходила в 2015 году. Практически все категории земель в первую очередь были проведены. К сожалению, по различным причинам достаточно много объектов или земельных участков получили кадастровую оценку, так скажем, неадекватную своему состоянию, своему местоположению и так далее. То есть в значительной степени кадастровая оценка превысила рыночную оценку, что в принципе не может быть, потому что кадастровая оценка – это усредненная рыночная оценка, и она, как правило, всегда меньше. Но это проблема не Брянской области, вернее, не только Брянской области. Да, это проблема всероссийская. Эта проблема нашла свое отражение в свое время на заседаниях правительства Российской Федерации, и премьер-министр на это очень серьезное внимание обратил. И в связи с этим, для того, чтобы здесь навести, так скажем, порядок и разобраться с этими вопросами, были внесены изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие эти вопросы. Они уже действуют, эти изменения? Они уже действуют. С 1 января 2017 года, в общем-то, у нас объявлен, ну, если так говорить просто, мораторий на кадастровую стоимость. То есть, с 1 января 2017 года ко всем объектам недвижимого имущества, в первую очередь земельным участкам, будет применяться кадастровая стоимость, которая действовала на 1 января 2014 года. Далее, значит, по этому закону в каждом субъекте Российской Федерации должно быть создано под эгидой государства, учреждения или предприятия, я не знаю, как оно будет называться еще, которая будет заниматься именно государственной кадастровой оценкой. То есть, не независимые оценщики по конкурсу, которые выиграли этот тендер, а именно, так скажем, государственное учреждение будет заниматься. И вот этот мораторий, о котором я говорю, он объявлен на 3 года, с 2017 по 2020 годы. И законодатель вложил, так скажем, смысл в эти 3 года для того, чтобы данные учреждения пересчитали индивидуально каждый объект. То есть, не массовую оценку, что у вас по одному кварталу одна одинаково все двухкомнатные квартиры условно стоят, да, или все земельные участки, а индивидуально пересчитали каждый объект недвижимости. И, соответственно, к 2020 году эта оценка уже попала во все необходимые реестры. В государственный кадастр недвижимости, в налоговую инспекцию и так далее, и так далее. Уже применялась для дальнейшей, так скажем, дальнейшей деятельности. В связи с этим, вот, так скажем, вот такие цены будут применяться с 1 января 2017 года. По нашим оценкам, я уже говорил об этом, что, ну, очень грубо мы посчитали, по некоторым категориям земельных участков, оценка 2014 года отличается от действующей примерно на 30%. Ну, уменьшится она. То есть, это определенные, так скажем, и с точки зрения налогообложения, льготы, ну, или послабления, так скажем, да. Ну, и все-таки поменьше будет споров, потому что в настоящий момент оспаривание кадастровой стоимости достаточно много обращений тоже в комиссию, которая работает при управлении по спорам о кадастровой стоимости, и в суды обращений очень много, потому что, ну, зачастую я говорю, что неадекватная кадастровая оценка для определенных объектов недвижимости. Еще одни очень частые споры, это о границах земельного участка. Да, к сожалению, это очень больная тема, больная тема для людей очень часто, и для организаций, которые используют большие массивы, в том числе и сельхозназначения. Но здесь основная причина, конечно, это отсутствие границ в координатах земельных участков и описание местоположения приблизительное и так далее. То есть, ну, это было возможно в начале 2000-х годов, когда государственный кадастр недвижимости создавался, и абсолютное большинство земельных участков, которые попало тогда, не имело закоординированных границ. Координаты – это та точка, которую можно найти с помощью геодезического оборудования на местности. Да, независимо от того, что вокруг здесь лес растет или там еще что-то, какие-то ориентиры, которые со временем могут меняться. То есть, она неизменна, да, эта координата. Вот. И отсутствие в очень большом количестве земельных участков в координатах, оно и приводит к этим спорам, когда, ну, кто-то забор подвинул, кто-то там строил сарай, залез на эту границу. И определить, кто прав, кто виноват, не имея, так скажем, вот этих однозначных критериев, да, то есть вот этих координат, невозможно. Да как же решать подобные споры? Ну, решать прежде всего здесь надо проводить межевые работы. То есть тоже вызывать специалистов? Ну, вызывать специалистов, да, но мы от этого никуда не денемся. То есть, если мы говорим о опыте, так скажем, любим сравнивать зарубежные страны, ну, понятно, там меньшие объемы, там та же Германия, Австрия, Швеция, допустим, где я вот с коллегами сталкивался на различных мероприятиях, которые Росреестр проводил. Ну, 300 лет, 200 лет, уже все, ну, там, закоординировано так, что, да, что уже, как бы, никуда никаких споров практически нет. То есть у них не было тех двухтысячных, как у нас, да? Да, ну, то есть когда их спрашиваешь о том, что говоришь, вот, ну, а вот такое бывает, они зачастую вопросы не понимают. Да, о чем речь идет вообще. Вот, поэтому здесь, ну, и второй момент, я считаю, что тоже, он, наверное, и в первую очередь, он, наверное, важнее, чем, так скажем, вот, бытовой спор. Это то, что по действующему законодательству земельный участок, который не имеет закоординированный границ, он ограничен в обороте, вы не можете его продать. Перед тем, как его продать, вам все равно придется сделать межевой план, межевые работы, эти, зафиксировать эти координаты в государственном катастрофе недвижимости, и тогда он полноценный. Так никто не запретит вам его владеть, и никто вас не заберет, естественно. Ну, вот. Но продать будет сложно. Но продать будет сложно, да. И еще в чем здесь тоже, ну, одна из причин, то, что это до сих пор не сделано. Закон не содержит нормы, обязывающие это сделать. То есть нет такого, что вот если ты не сделал, мы тебя накажем. Нет. Это вроде бы как право, но это право, оно влияет на дальнейшую цепочку. Ну, люди, наверное, должны сами понять, что это удобнее в итоге будет, да? Это удобнее, это спокойнее. Это порядок в конце концов. Это порядок, это просто порядок, да. О том, что вот никто уже никуда там не вылезет, и если вылезет, то для этого существуют надзорные органы, в том числе и наше управление осуществляет земельный надзор, и за это можно получить по рукам. Андрей Владимирович, ну, темы, которые мы с вами подняли, серьезные. Если вдруг у наших телезрителей, у жителей Брянска возникнут какие-то дополнительные вопросы, скажите, есть ли у вас какая-то горячая линия, может быть, или вы, или ваши специалисты ведут приемы граждан? Ну, прием граждан мы ведем всю неделю. Я имею в виду личный прием, различные должностные лица. То есть график приема у нас на сайте управления Росреестром, а там через него выйдете уже на Брянскую область. Очень просто. Сайт построен, как наш руководитель бывший говорил, по принципу в три клика. То есть до любой услуги в три щелчка вы можете дойти. То есть там все данные есть. То есть с понедельника по пятницу кто-то из специалистов обязательно принимает, и руководители, и заместители, и начальники отделов вот до этого уровня все принимают. Там есть телефоны справочных служб, и плюс мы каждый последний понедельник месяца проводим единый день консультации. В нашем головном офисе на 3 июля 27 консультации, естественно, абсолютно бесплатные. С 9 до 17 часов специалисты сидят в окнах, и то есть любой может прийти с документами или без документов. Ну, лучше, конечно, документы иметь на руках, потому что консультация будет полноценнее оказана. И задать интересующие вопросы. Получить любые разъяснения. Ну что ж, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я желаю вам всего доброго, до свидания. Спасибо вам, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok